Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Готовься они летом, а лопаты осенью. В Самаре проверяют готовность управляющих компаний к зиме. Диспетчерская служба Самары по вопросам безопасности подает пример. Перенять опыт приехали делегаты из Крыма. Вечер современной драматургии прошел в Самаре. В уместном театре читали пьесу «Молоко». Готовься они летом, а лопаты осенью. В Самаре проверяют готовность управляющих компаний к зиме. Особое внимание уделят содержанию дворов и кровель. К предстоящему сезону закупают новый инвентарь, спецодежду, осматривают технику. С подробностями из железнодорожного района Олеся Корецкая. Угол дымохода, который располагается, до угла подъезда, стоит не больше 8-9 метров. Понимаешь? Новый инвентарь, новые правила работы. Все кровельщики прошли спецобучение. Кровельщик со стажем Юрий Тюрин проверяет страховочный пояс. С ним он будет работать на высоте. Когда очищаем снег, когда очищаем лед, когда мы все там, все, что делаем на кровлю, мы все там очищаем, чистим, сбрасываем. Когда все это подтянется, затянется, закроется, застегнется, будет очень хорошо выглядеть. Содержать в порядке железнодорожный район будут пять управляющих компаний. Мы летом начали уже подготовку, прошли техосмотр. Эта техника только для железнодорожного района. Их тут шесть единиц этой техники. Она закреплена, шесть домоуправлений. Дворников у нас по штату здесь в наличии было 110 человек. Готовность управляющих компаний к зиме в части содержания дворовых территорий и очистки кровель проверяют специалисты из администрации железнодорожного района и департамента городского хозяйства. Вывод – к зиме готовы, снегопады и обледенения не страшны. Проверили управляющие компании не только наличие инвентаря у дворников, как вы сами себе наблюдаете, но и инвентарь, которым используются кровельщики для предотвращения падения кровли при очистке скатных крыш в период образования наледи или снегопадов. Приводить в порядок дворы и кровли, очищать их зимой от снега и наледи в железнодорожном районе будут почти 300 дворников и 15 спецмашин. Если техники какой-то в наличии у управляющей компании нет, то у управляющей компании имеются договора на обслуживание с какими-то сторонними организациями, которые обязуются в случае необходимости такую технику снегоуборочную предоставить. Такая же практика используется в работе с дворниками и кровельщиками. При необходимости на очистку города вызываются дополнительные силы. Такие смотры организуют во всех районах Самары. Они проходят не первый год. При подготовке к работе в зимний период коммунальщики учитывают прошлогодний опыт, чтобы во время наступающей зимы быть готовыми к любым капризам погоды. По городу сформированы 286 бригад для своевременной очистки кровель. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Из Крыма за опытом в Самару в республике начали налаживать систему оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В столице региона уже пять лет успешно функционирует единая дежурно-диспетчерская служба. И нашим специалистам есть чем поделиться с коллегами. На встречи по обмену опытом побывала Марианна Мирная. Гость из Крыма Святослав Манежин отвечает в республике за оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Но эта система пока находится на стадии развития. Единые дежурно-диспетчерские службы существуют еще не во всех городах и районах, а те, что есть, скудно оснащены технически. Вот и ездят крымчане по всей стране и берут лучшие идеи отовсюду. В Самаре меня приятно удивило на самом деле ЕДДС, очень организованно. Главное, что инновационные технологии применяются, что мне понравилось, к чему нужно стремиться на самом деле в этот век наших информационных технологий. И однозначно опыт, приобретенный тут, он повлияет благоприятно на развитие ЕДДСов муниципальных образований в республике Крым. Самарская ЕДДС была организована пять лет назад. Сюда в штаб стекается вся информация о возможных или уже случившихся аварийных и чрезвычайных ситуациях. В особенности внимание уделяется 28 потенциально опасным организациям, 10 из которых химические. Чтобы не случилось беды, дежурные работают в круглосуточном режиме. Чрезвычайные ситуации возникают регулярно. Они носят природный, техногенный характер, связанные с угрозой жизни населению. Поэтому они связаны с возникновением пожароопасной обстановки в городе, с аварийными ситуациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И главная задача ЕДДС – своевременно отреагировать на возникающие эти ситуации, для того, чтобы предотвратить неизбежные угрозы для населения. В единой службе в Самаре трудится 10 дежурных. Для того, чтобы укомплектовать штат сотрудников, необходимо организовать курсы подготовки специалистов. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. День пожилого человека отметили в Самаре. На него собрались люди старшего поколения, чтобы поделиться секретами долгого здоровья. Подарком для них стал не только праздничный концерт, но и вручение почетного знака Куйбышев «Запасная столица». Им наградили 10 ветеранов труда. Всего же в областной столице проживают порядка 300 тысяч людей серебряного возраста. Именно им принадлежит заслуга, что Самара стала городом боевой и трудовой славы. Об этом говорит первый заместитель главы города Владимир Сластенин. На 430-летие празднования города Самары были вручены соответствующие регалии, лента. И как не вы, внесли самый большой вклад в то, чтобы заслуги трудовой Самары были признаны. И данная честь была присвоена нашим городом. Мировая премьера в Самарском литературном музее. Так в шутку артисты назвали спектакль «Молоко» по пьесе Екатерины Мавраматис. Эта постановка выходит за рамки жанра, в котором работает классический театр. В Самарском уместном театре спектакль собрал аншлаг. На вечер современной драматургии пришло даже больше зрителей, чем может вместить зал. Олег Зверев тоже оценил творческий эксперимент. Почти вдвое больше зрителей смог вместить в камерный зал литературного музея, чем он рассчитан. Размещать пришлось как придется. А многие и вовсе смотрели стоя. Но в этом и прелесть у местного театра, в котором уместно все. То, что называется не формат для классической сцены, на этих подмостках воспринимается на ура. Группа молодых актеров и новаторов составила основу театра, открытого для самого смелого творческого эксперимента. Мы так или иначе действуем, продвигаем современную драматургию. Не замечаем, не делаем виду, что ее будто бы не существует, потому что она существует. Мы живем в этом времени, мы должны его чувствовать, понимать. И время должно нас понимать. И театр должен искать какой-то общий язык со зрителем все-таки. Сегодняшний спектакль сами артисты в шутку называют мировой премьерой. Пьеса Екатерины Мавраматис «Молоко» еще не ставилась нигде и никогда. Ее читали на сценах Москвы и Петербурга, а сам текст попал в шорт-лист литературного конкурса «Первая читка». Жанр постановки так и назвали, между читкой и спектаклем. Главная героиня выносит на своих плечах все безумства мира. И спасает мир, где в школе недолюбленные дети, дома пингвины и в лесу неспокойно. Эксгибиционист-мамолог. Эксгибиционист-психолог. Актриса Анастасия Карпинская считает, что ее героиня – самый нужный человек. Ведь именно благодаря таким женщинам мир сохраняет спокойствие. Мне симпатично тем, что она не агрессивна, то, что она умеет найти выход из любой ситуации, причем выход найти грамотно. И вот, в принципе, так она и существует по жизни. Поэтому именно ей, наверное, дается такая возможность спасти этот мир. Именно женским способом. В этом сезоне это уже второй вечер современной драматургии, который проводит у местный театр. Творческий настрой таков, что впереди еще немало подобных вечеров и спектаклей, которые невозможно поставить на сцене классического театра. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре разработали батарейку, которая может работать сто лет. Уникальную технологию создали ученые Самарского национального исследовательского университета. В основе научного открытия – идея о преобразовании энергии, излучаемой радиоактивным источником в энергию электронную. Разработки в этом направлении ведутся в лабораториях всего мира. Экспериментальные образцы есть уже не только в России, но и в Швейцарии и США. Разработка самарских ученых от аналогичных отличается экологичностью, дешевизной и более длительным периодом эксплуатации. Двухлетнего ребенка нашли в подъезде дома в Самаре. Мальчика, который еще не умеет разговаривать, отправили в больницу, а полицейские начали искать родителей. Во время обхода квартир выяснилось, что малыш гостил у родственника. 24-летний молодой человек оставил ребенка в квартире одного, а сам пошел к соседу выпить. Ребенок смог открыть дверь и выйти на лестничную клетку, где на него и наткнулась местная жительница. Позже разыскали и 21-летнюю маму малыша. Раньше семья в поле зрения полиции не попадала. Назначена проверка. Екатерину Пузикову, обвиняемую в убийстве своего мужа, замдиректора самарского филиала Россельхозбанка, вновь будут судить. По версии обвинений, 7 марта 2012 года Пузикова подмешала в пищу своего мужа отравляющее вещество. В результате он скончался. Ранее суд уже назначил Пузиковой 7 лет лишения свободы. Однако вышестоящим судом приговор был отменен. Дело отправлено на доработку. Следователи уверяют, что не нашли достаточно доказательств невиновности Пузиковой и вновь отправили материалы в суд. В Самарской области уничтожены полторы тонны говядины. 3 октября на посту ДПС «Рубеж» был задержан грузовой фургон «Газель», который перевозил мясо без документов, подтверждающих его безопасность. Это является нарушением единых ветеринарно-санитарных требований. В итоге был составлен протокол, а говядина направлена на утилизацию. В Самаре временно ограничат движение транспорта в сторону кладбища Лесное. Это связано с проведением первенства региона по дуатлонам. Ограничения будут действовать с 9 утра до 2 часов дня на участке дороги от съезда к учебно-спортивному центру «Чайка» до поворота на кладбище Лесное. Коричневый всех оттенков в этом сезоне – самый модный цвет волос. Приветствуются смелые образы, яркие прически и современные аксессуары. Самарские стилисты рассказали дамам, как эффектно выглядеть этой осенью. Заодно провели модный эксперимент и подарили красавицам новые образы. Какие веяния сегодня самые актуальные узнала Алина Чемерес. Коричневые оттенки от кофейного до рыжего – именно такие цвета волос актуальны в этом сезоне. Создавая образ и подбирая тон для окрашивания, важно учитывать не только пожелания модницы, но и оттенок кожи, уверен стилист Иван Артемьев. Если теплая кожа, то тон кожи, то необходимо создавать более теплые оттенки. Если холодный тон кожи, то нужно создавать более холодные оттенки. И если вы точно попадете в это направление, то есть в сочетание, совпадение оттенков, тогда цвет будет безупречным. Чтобы показать самарским модницам, в каком стиле следует предстать этой осенью, мастера дел парикмахерских отобрали семь моделей и создали им новые образы. До этого дня студентка Лилия была блондинкой с прямыми волосами. Стилисты изменили ее кардинально. Пряди волос покрасили в разные цвета. Такое смелое решение – тренд этого сезона. Долго уговаривать девушку не пришлось. На эксперимент Лилия согласилась быстро. Было неожиданно, когда меня высушили, и тут бац, и я розовая. Но было очень круто, и с кем, мне кажется, очень даже стильно и по-современному. В своем новом амплуа девушки предстали перед публикой. Сначала дефиле, потом пара слов о впечатлениях от случившихся перемен. В этом сезоне не обошлось и без модных новинок, современные веяния, волосы, аксессуары. Если природа не наградила девушку шикарной шевелюрой, а нарастить локоны нет возможности и желания. Их, как головной убор, можно просто надеть. Очень модно и очень актуально иметь в своем, так скажем, наборе аксессуаров, еще и волосы, которые в любом удобном случае, если выйдете на какую-то модную вечеринку, просто пристегнуть хвост, и вы будете на вершине моды. Кроме ярких современных причесок, девушки получили от стилистов рекомендации по уходу за волосами. Ну, конечно же, поддерживать их цвет, чтобы он не быстро вымывался и не блек со временем. Как говорят стилисты, в наше время и с нашей экологией за волосами нужно ухаживать обязательно. Использовать укрепляющие средства для блеска волос. Но даже мои непослушные кудрявые волосы можно превратить в прекрасную прическу. Мы прокрутили жгуты, освободили лицо, приоткрыли, собрали волосы внизу, достаточно в объемную форму и добавили блеска. Экспериментировать с волосами, говорят стилисты, прерогатива женщин. Мужчины ходят к парикмахеру в основном сделать классическую стрижку или закрасить седину. А вот среди представительниц прекрасного пола есть те, кто подбирает прическу под каждый сезон. Мода на цвет волос зависит от погоды, шутят специалисты. Чем теплее на улице, тем светлее должны быть локоны. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Вирус не дремлет. Самарцы могут сделать прививку от гриппа и пройти обследование. Прикрыли семейный бизнес. В Самаре арестовали супругов-сутенеров. В губернии растет интерес к генеалогии. Поиском родословной интересуется примерно четверть населения. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова